Вы знаете, когда мы молимся о чем-то, и молимся, молимся, и в наше сердце не приходит радость, утешение и торжество. Мы все стянаем и стянаем бесконечно. Мы как бы катим камень в гору, катим его, знаете, как сизифов труд. И этот труд, он нам не в радость, этот сизифов труд не в радость нам. Это как бесполезный, и мы стянаем под этим трудом. Мы молимся, у нас нужда, на которую мы смотрим и бесконечно страдаем. Я вам хочу сказать, здесь есть неправильная одна вещь. Если вот такое состояние, это уже неправильно, что-то в молитве неправильно. Когда человек молится, идет к Богу, ищет Бога, взывает к Нему, и не приходит к Нему ни мир, ни радость, ни торжество, ни просто перемена его состояния, это значит, что-то человек не то делает. То есть, человек где-то находится в одном месте, а воля Божия в другом месте. Не совпадают эти две. То есть, у человека воля есть. И когда мы о чем-то молимся, мы выражаем нашу волю, мы чего-то хотим, правильно? Я хочу. Я говорю, Господь, мне нужно, прошу, сделай. То есть, мы выражаем свою волю, представляем Богу, чтобы Бог ответил. Мы выражаем нашу волю, наша воля, моя воля. Я хочу, Господь. Я очень уверен, что вот так должно быть. Ошибка в том, ошибка бывает в том, что мы не даем Богу, а корректировать нашу волю. Мы настаиваем. Сделай вот так. Но Писание говорит, мы с вами знаем, есть написанное так. И 1 Иоанна, 5 глава, 14 стиха. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего? Как просим? Чьей воле? Вы понимаете, в чем ошибка? Моя воля, его воля. Есть два состояния. Я прошу Бога по своей воле, или я прошу, сообразуясь с его волей. Если же я не допускаю, то есть, как бы, настолько я уверен, что должно быть именно вот так, как я прошу, сделай вот так, вот сделай все. И я могу молиться долго на истощение, на разочарование. Моя душа будет изранена и обескровлена. Я буду бесконечно плакать и стенать, не находя ни утешения, ни радости, ни торжества. Потому что я вам хочу сказать, если мы просим чего? По воле его. Дальше что? Дальше написано, что должно происходить. Дальше есть нечто, что дает ответ. Как узнать, если я правильно молюсь, то есть, по его воле. Если, наконец, я покорился, я принял. То есть, я не пытаюсь навязать Богу. Нет, Господь, ты не понимаешь. Это же так очевидно. Это должно быть вот так. У нас картинка есть, как это должно быть. Сделай! Мы уже все придумали, как будет. Мы уже представили себе, как хорошо будет. Сделай! Но дальше написано. И вот какое дерзновение мы имеем, когда просим по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает. Дорогие друзья, вот здесь ответ. Как ты можешь знать, что Бог тебя слушает? Когда ты знаешь, что Бог тебя слушает, то Бог обращает печаль в радость. То есть, происходит то, о чем я говорю. Когда мы в воле Божьей, и когда мы просим по воле его, наше стенание, наше страдание, все, что мы изливаем Богу. А Бог написано, мир превыше, радость, правильность. То есть, мы начинаем переживать торжество в духе. В конце концов, приходит слава, слове и поклонение. Это значит, ты просишь по воле его. Если ты противишься Богу, навязываешь ему свою волю, ни о каком торжестве, ни о какой радости, ни о какой победе, ни о какой вере, речи быть не может. Не может быть, вопреки воле Божьей, что? Все это. И потому ты не знаешь, ты борешься бесконечно, и ты не понимаешь, происходит что-то или нет. Все остается так же, ничего не происходит. Ты бесконечно смотришь на проблему. Проблема смотрит, как удах на кролика, на тебя. Ты не загипотезентирован, и ты бесконечно вопишь, 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 вопишь. Бесконечно. Я встречал людей, которые годами зациклены в этом, и ничего не меняется. Потому что меняется, Писание говорит, когда мы просим, по воле его. И беда в том, что мы, люди, пытаемся быть богами. То есть мы придумываем, как должна проблема быть решена. Мы решим. Мы, у нас есть что? План. У нас план есть. У нас есть классный такой план, что у нас просто мы вот так хотим, и никак иначе. И мы не допускаем, что Бог может говорить, нет, я хочу иначе. Как? Так это быть не может. Лучше, чем я придумал, быть не может. Мы, когда-то дьявол людям сказал, говорит, вы будете как? Как Боги. Это падшая сторона человечества. Пытаться быть богами. Пытаться решать чью-то судьбу. Пытаться навязать Богу волю. Это дьявол пытается. И потому, дорогие друзья, здесь написано. Когда мы знаем, что Он слушает нас. Когда я знаю, что Он слушает. Вы знаете, когда Он слушает, у вас, ваше состояние изменится. Он отрет всякую слезу. Это всегда происходит. Плачем, несущие семена. Если ты приходишь к Богу. То, что с радостью, ликованием, снопы. Причем еще ничего не поменялось. Ситуация ничего. Она может даже хуже стать, видимо. А у тебя будет что? Торжество, радость, победа. Ты будешь кричать, прыгать по своей комнате. И причем настолько, что не можешь успокоиться. Потому что ты попал, наконец-то ты в стызе Божьей. Наконец-то ты совпал с волей Божьей. Наконец-то ты покорился. Иногда, когда мы не получаем утешения в молитве, и долгое время ищем Бога, ищем лица Его, и не получаем утешения, надо посмотреть, что мы где-то противоречим Богу. Причина одна. Мы противоречим Богу. Что наше представление, то, что мы просим, противоречит тому, что Бог хочет. И дальше смотрите. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, что мы знаем? Получаем. То есть, это вопрос веры. Ты еще этого не видишь, а ты знаешь, что у тебя это уже есть. Да? Лилуя. Еще ничего не произошло, но радость, торжество, вера в тебе полна. И ты просто уже славишь Бога. Не потому, что тебя научили так, что надо изображать радость перед Богом. Ничего изображать не надо. Надо что? Получать от Бога. И вот эта Божья вера, которая от Него написана, да? Вера, которая от Него. Она, она мертвых воскрешает, да? Слепые им презрения дают. Она способна все. Вера, которая, и вера, которая от Него. Да, есть такая фраза? Которая от Него. От Него мы нельзя веру получить по моей, как я хочу. А вера приходит по Его воле. И Божья вера, она подчинена воле Божией. Понимаете? Никак иначе. Божья вера подчинена воле Божией. И пока мы не придем к Богу в согласие, пока мы не покоримся, не сдадимся, и не скажем, Господь, я отрекаюсь от своих жилов, как бы мне не хотелось, я признаю, что ты знаешь, как лучше. Пока мы знаем, как лучше, у нас ничего не получится с Богом. Потому что это Бог. Потому что Бог не будет ошибаться. Из нас двоих кто-то должен ошибаться. Если мы противоречим кому-то, да, с кем-то спорим и не соглашаемся, кто-то один неправ. Если ты споришь с Богом, то кто из вас неправ? Потому, дорогие друзья, очень важно, когда мы взываем Бога, ищем Его лица, нужно открыть свое сердце полностью, предоставить Бог влиять на меня, на мою, на мою молитву влиять, на все. Потому что я не могу кого-то любить больше, чем Бог любит. Я не могу о ком-то заботиться больше, чем Бог заботится. Потому что лучшее, что я могу сделать, чтобы помочь, это что? Покориться Божьей воле и предоставить себя, как сосуд Божий. Вы знаете, вчера вот с Руием рассуждали, интересно, я так как бы выложил аргументацию такую интересную, ну, как бы наглядно. Наглядно. Иногда, когда молишься, и, конечно, ты хочешь как можно больше молиться о том, что тебя заставляет молиться. Но причина есть. Чаще всего мы так молимся, потому что есть причина. Нужда есть, которая понуждает нас. Ничего в этом плохого нет, это нормально. Что-то нас приводит к молитве Бога, это хорошо. Не есть блока. Может, мы чего-то даже не понимаем на тот момент. У нас может быть даже неправильное представление. Это не страшно. Главное, что это что? Пробудило нас искать лица Божьей. На этом этапе самое главное. И вот, вы знаете, бывает, когда молишься, и особенно, когда молишься духом на иных языках, и вдруг видишь, что, как? Я хочу молиться, ну, меня нужда. Я хочу постоянно об этом молиться. Ну, настолько серьезно, что я, ну, как можно больше, вот как можно больше Бог, вот, вот, всего этого вот, ну. Но когда ты молишься, ты вдруг начинаешь ощущать, что молитва, Бог использует, что-то приходит в другую тему. и Бог использует твое сердце, твой сосуд для другого. А я не хочу, я хочу, вот, у меня же это. И я думаю, я теряю время, когда молишься другу. А Бог дает тебе молитву за человека, за церковь, за кого-то, за вообще духом, ты можешь уходить совершенно в другие, совершенно, ты отвлекаешься темой, и как бы ты хочешь себя снова повернуть. И я вдруг заметил, когда я пытаюсь вернуть себя, вот, на ту тему, которую я вдруг начинаю, что в духе? уходит вот этот ветер, уходит, который меня наполнял, он уходит. Я начинаю, как бы, уже своими силами. Я уже как грибу вёслами, я пытаюсь ветер, вот, заставить. Заставить. Так, как вот. Почему я так действую? Потому что у меня страх, что если я буду отвлекаться на другие темы, моя тема, ну, ну, как бы без, ну, надо молиться, да, она не решается, она, вот, я молюсь, там, Бог меня повелит, я духом, а тут у меня тема, которая мне нужна, и я заставляю себя молиться. И вдруг Господь даёт мне наполнить, когда я вот так вот, Бог отвечает. Самое ценное, когда вы так с Богом молитесь, вы полночили, много-много-много ответов получаете от Бога. Много-много-много-много-много откровить. Масса. И вдруг Господь мне напоминает, помните, когда Он проповедовал, и Его люди теснили. Так что, ну, когда говорит, проще на расстоянии. Когда вот тебя теснят, этим слышно, а сзади никому не слышно, звук вот здесь остаётся. Потому, а ты отходишь, а люди, ну, а у людей, сектинно что? Ближе говорящими. И вот напирала толпа, Иисус видит, стоят лодки, да, там моют сети. Ну, обычная картина. Уставшие, после ночной, неудачной смены, рыбаки моют сети, разочарованные, уставшие, не знаю, сколько у них уже, бывают целые периоды, когда рыбы нет. Ночь за ночью, ночью рыба, ну, самый, лов, и они не могут. И он Петру, Симону тогда ещё, просто говорит, слушай, отпусти меня в свою лодку, и отплыви. Он в лодку отплыл от берега, и у людей уже вода что? Ну, естественный барьер, это очень мудро, слава Богу. А над водой звук очень что? Мы знаем, что над водой звук отражается, он очень хорошо, ну, идёт над водой. Иисус отплыл на какую-то... И Пётр, конечно, Петру пришлось прекратить свои обычные занятия, и ждать, когда что? Иисус скажет слово. Мы читаем с вами, что Пётр ничего не просил Иисуса. Он просто, ну, сделал это, ну, сделал и сделал, предоставил. Он не просил у Иисуса ничего. Но когда Бог использовал эту лодку, как нужно было Господу для его дела, то что он потом говорит Петру? А теперь, говорит, иди, заброси. И Пётр преодолел сомнения, говорит, слушай, я покоряю слово. Весь мой рыбацкий опыт говорит, что если ночью не поймал, то днём или сейчас время не ловли рыб. Не время ловли рыб. Ну, говорит, слушай, я вижу, что ты, Господь, что ты не просто, ну, так, ну, по плечу похлопает, там, всё у тебя будет хорошо, что ты не просто. Будет по слову твоему. И он забрасывает, и что? И у него, я думаю, тот лов, который был, компенсировал всё, что он мог там не поймать за какое-то время. Они даже в ужасе были, удивились такому, не было такого лова. Понимаете? И я понял, что когда я предоставляю себя Богу, я покоряюсь Его волей, я, не я дух тяну, куда я хочу, а я иду за Духом. Я позволяю Духу Божьему вести меня так, как Он хочет, и вдохновлять, и молиться о том, как Он хочет, тогда я знаю, что моя нужда, что она не останется без решения. Понимаете? Не останется. Пётр даже не просил, но Бог написано, ибо знает Отец, прежде моления проши, в чём вы имеете нужду. Знает Он. И вся весь вопрос в том, что покориться Богу или не покориться. Вот это у нас большая-большая проблема. Наша человеческая природа, она всегда, как бы, наставит нас в своём. Есть такое в нашей человеческой природе, не отступит они от того, что задумали. Вот как человек вот принял, вот как он решил, он хочет, чтобы непременно так и было. Очень трудно человеку отступить или покориться. Вот это смириться, да? Писание говорит, с кем Господь? Я, говорит, живу, в Исаии, по-моему, в 58 главе написано, я живу, или, ну там, вот в этих главах, я живу, говорит, на высоте небес, да, в храме, и так же ещё живу, говорит, я, со смирёнными, сокрушёнными, и на трепещущие, на кого я, говорит, призываю, на трепещущие перед словом. Знаете, дорогие друзья, Авидар Кефианин такой был, насколько я помню, Авидар Кефианин, в Библии, кто помнит такой Авидар? Там небольшое упоминание, но оно очень примечательное. Я думаю, что все люди очень хотят того, чтобы был у этого Авидара. Когда Ковчег вернулся от язычников, коровы его притащили, да? И они его, он оставился в доме этого Авидара. И мы знаем только коротенькая вещь, но она такая, что все мы хотим. И Писание говорит так, и благословил Бог Авидара, и всё, что у него. Поле, семья, дети, всё, что у меня, это всё, меня, здоровье, понимаете, присутствие. Что такое Ковчег? Это истина. Это истина. Вы знаете, проблема в том, что мы, когда мы думаем, что мы знаем истину, как бы мы её имеем. Нет, не обязательно, когда человек знает истину, он её имеет. Принять истину и знать об истине, это разные вещи. Когда ты примешь, когда мы принимаем истину, когда я знаю, что я принял, не знаю об ней, я могу даже рассказывать другим, не имею её, можно о ней рассказывать. Но когда я принял истину, когда я покорился, истина не может быть там, где ей не покоряются. Понимаете? Там, где ей не покоряются, а её там нет. Она может жить только в том доме, где люди покоряются, где люди безоговорочно признают, что только так и никак иначе, где люди пытаются поставить своё, там истины что? Нет. И все хотят иметь такое благословение, да? Одно присутствие. Авидар, может, и не думал, когда остановился ковчег, он, не было у него там выпросить список у Бога, всего, чего надо. Писание говорит, что-то произошло просто в присутствии истины, обеспечило это. И благословил Бог всё, что у него. Одно присутствие. Но мы с вами уже увидели, что этого не бывает, если мы не покоряемся. Итак, проблема наша непокоримость. Когда что-то не происходит, когда я ищу Господь, это значит, я ещё навязываю Богу свою волю. Я пытаюсь прийти к Богу со своим, чтобы Бог принял меня со своей волей и изменил свои мнения, подстроился под меня. Этого никогда не будет. Бог не будет, что в нём нет ничего, ни тени, ни перемены. Он не будет меняться под меня. Он не будет отменять какие-то свои заповеди, потому что они мне что, не нравятся? Я считаю, что это слишком. Не будет ничего меняться. И получится, что я не могу войти. Потому что кто-то из нас двоих должен измениться. Кто-то из двоих должен измениться. Иначе никто-то не войдёт. Дорогие друзья, вы знаете, вы знаете, вы знаете, что для нас очень важно понять, очень важно это понять. бывает, мы знаем какие-то вещи, но не относимся к ним серьёзно. И пока мы не отнесёмся к этому абсолютно серьёзно, мы не имеем этих вещей. Их не будет в нашей жизни. Они не будут никак проявляться и работать. Ничего не будет происходить. Писание говорит, что мы просим иногда у Бога, и не получаем. Первая причина неполучения это вообще чего? Вообще человек никак с Богом не взаимодействует. Он не приходит к нему. Он может стянать, жаловаться на свою судьбу, на жизнь, но он не идёт к Богу. Он не вступает в общение с Богом. Он не приходит к Богу, не обращается. И потому просите и не получаете. А вторая причина, почему просите и не получаете, потому что просите, это Иакова 4, глава 3 стих, просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вожделение это то, что Богу противно. Есть вещи противные Богу и неугодные Богу. И человек пытается получить то, что Богу что? Противно. Используя для того, что Богу неугодно. И что? Результатом таких прошений что? Да ничего. Да ничего. Непокоримость, дорогие друзья, непокоримость причина неуспеха духовной жизни, неуспеха в молитвах, неуспеха в служении, неуспеха вообще твоего, как христианина. Человек не станет верующим, не учеником Христа, пока не научится покоряться. Не знать истину, не выучить ее наизусть, не говорить даже другим, а покоряться. Покоряться истине. Итак, мы с вами знаем, что Писание говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы сегодня знаем, что, как бы, об этом мы знаем, но смирение в чем выражается? 7 стих, Иакова 4, уже 7 стих говорит, «Итак покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Знаете, убежит, в чем когда дьявол приходит, это в чем-то проявляется, правильно? Когда дьявол приходит в твой дом, или в твою жизнь, или в твою семью, или к тебе самому, это в чем-то проявляется. Когда Бог допустил дьявола приблизиться в чем-то к его, что пришло к нему? Когда Бог допустил, то что пришло? Там такое, что, ну, это если и дом рухнул, и семья погибла, и здоровье, и все потерял. Это вот дьявол приходит. Мы должны понимать, о чем идет речь. Когда дьявол приходит, начинает происходить, потому что он, его природа какая? Украсть, убить, и погубить. Начинаются беды, потому что это, это зло в чистом виде. Это враг в чистом виде. Естественно, что делать? Чтобы избавиться от него. Потому что, чтобы избавиться от последствий, нужно избавиться от причины. И Писание говорит, что нужно противостать. Иногда люди, знаете, противостоят дьяволу. Они ему именем Иисуса противостоят. Они употребляют, как семь сироновейские. Да, услышали? И они, давайте мы употребим. Употребили. Что стало? Лучше стало? Стало хуже. Потому что, если с дьяволом пытаться так, а он знает, что за тобой ничего не стоит и никто, то он тебе ответит иначе. Будет намного хуже. Потому что не увенчивается, и потому что незаконно подвязается. Подвязается. Так написано. Когда незаконно, тогда не увенчивается. Все. Почему люди не получают победы, когда противостоят дьяволу? И человек противостоит, противостоит, а дьявол думает, и все хуже, и все больше. Еще только хуже все делается. Почему? Потому что перед этим есть написано, и мы с вами читали, чтобы дьяволу противостоять. Для начала что? С чего начинается? Покоритесь Богу. То есть иногда причина. Дьявол-то и не приходит просто так. У него есть причина, почему он приходит. Есть обоснования, есть у него зацепка, есть у него допущение, почему он придет. Что-то в твоей жизни, в твоем поведении, в том, как ты себя ведешь, как ты живешь, чем ты увлекаешься, как ты общаешься. Есть то, что дает право приходить. И потому победа, чтобы изгнать врага, начинается что? Покоритесь Богу. Потому что во всем, что есть причина для дьявола прийти в твою жизнь, это одна причина. Это есть сфера, в которой ты Богу не покорен. Есть вещи, в которых ты не покоряешься. Ты продолжаешь делать так, как ты считаешь правильным. Ты просто игнорируешь, ты говоришь, а я считаю, что в этом нет ничего плохого. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. И вот пока ты это считаешь, то что? Дьяволу, ты не можешь противостоять. Он будет, не ты будешь хозяином, он будет хозяином положения в твоей жизни. И он будет влиять так, как он хочет. Потому что он первый, кто не покоряется. Он первый, восставший против воли Божьей. Он первый, отвергший волю Божьей себе. И потому в Писании говорит, да, в книге его написано, что он князь над кем? Над всеми. Как написано, кто помнит? Сынами кочевал. Гордость. Он князь над всеми сынами. То есть, те непокоримые, все, которые противоставляют Богу свою волю, свое понимание. А я считаю так, все это его подданные. Вот кто его подданный. Не важно, сколько ты там, хоть ты там крестись каждый месяц. Хоть ты сколько там себе елеем оплевать. Это ничего не меняет. Пока у тебя есть вера, в которой ты противостоишь Богу, ты покорен дьяволом. Если ты покоряешься Богу, ты противостоишь дьяволу. А Писание говорит, что если ты противостоишь, Бог уже определил. Это вернейшее пророческое слово. Уже Бог сказал, что с дьяволом должно произойти. Если ты будешь противостоять ему, покорившись Богу, то дьяволу остается одно. Ему только время. Он знает. Его время заканчивается. Ему надо будет тебя оставить и твою жизнь. Ему придется убежать, потому что Слово Божие что говорит? Убежит. Это какое слово? Пророческое. Чем пророческое слово отличается от обычного? Тем, что оно что, выполняется. Я могу говорить какие угодно. Слова, предположения, пожелания. Они могут что? Ничего не значить. Они могут не исполняться. Я могу пожелать чего угодно, но это может быть пустое. Но если это Бог сказал, если Бог сказал, то Писание говорит, что это что? Какое слово? Пророческое. Пророческое это то, что будет. Непременно исполнить. Бог уже определил тебе победу над дьяволом. Вот оно. Почему не происходит победа? Или ты не противостоишь вообще? Тогда, конечно, если противостоишь, значит, в чем-то ты противостоишь, но Богу ты не покорился. Ты пытаешься выгнать дьявола, но Богу сам ты что? Не подчинен. Есть вещь, в которой ты противоречишь Богу. И дьявол не уйдет, потому что это его территория. И территория дьявола это в том, в чем ты не согласен с Богом. Это его территория. Это там, где он имеет право находиться. Понимаете? Убеждения наши. А я так считаю. А я думаю, что ничего в этом плохого нет. Что это естественно. Что естественно, то не безобразно. У людей этого мира свои заповеди есть. Но это не есть воля Божия. У людей этого мира, в этом мире есть учение. Право правильного и неправильного. Но оно отличается от того, что Бог признает правильным или неправильным. И до того отличается, что Писание нам говорит, что есть высоко у людей, то мерзость перед Богом. То есть то, что люди умиляются от чего, испытывают романтическое восхищение, какая-то большая любовь. А Бог называет это как? Мерзостью. А люди думают это так умильно, так классно. Но это территория дьявола. Понимаете, друзья? И вот когда так воспринимаешь слово, ты понимаешь, насколько для меня важно становится. Насколько важно становится. Как я отношусь к тому, что Бог говорит? Потому что Бог выражает свою волю. Он говорит свое слово. Есть одна вещь, которую мы должны понимать. С момента, когда мы слышим слово Божие, наша жизнь меняется. Все, все меняется. Это точка отчета, которая определит нашу судьбу. Когда мы слышим слово, когда мы слышим учение Иисуса Христа, когда мы слышим пророческое слово, когда мы слышим заповеди Господня, когда мы узнаем о Божьей истине, эта истина становится определяющей нашей судьбы. Итак, Иоанна 12, глава 48 стих. Отвергающий меня и не принимающий слов моих. Ну мы думаем, да, Иисуса никто не отвергает. А Господь поясняет, отвергающий это как? Иногда люди говорят, я Бога люблю, мы вообще Богу слушаем. Но Бог говорит, нет, не важно, что вы говорите или как вы там говорите. Важно что. Что определяет, отвергаю Иисуса или принимаю? Не принимающий слов моих. Имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Слово. То есть Господь говорит, все. С того момента, когда человек встречается со словом Божьим, это слово будет или благословением, или проклятием. И причем Бог дал право определять, что для тебя будет это слово тебе самому. Уже Бог не определяет, Он уже все определил. Он передал тебе право определить, что для тебя будет слово. Оно будет тебе или в благословении, или в проклятии. И потому не принимающий. Это не значит, люди могут изучить слово наизусть. Это не значит, что мы приняли. Мы уже с вами выяснили, что истину мы принимаем, когда мы ей покоряемся. Послушанием истинное очистим сердца ваши. Только послушанием можно принять истину. Если я знаю в истине, это не значит, что я ее имею. Я могу еще быть территорией дьявола. Очень свободно он может приходить, селиться, делать, что хочет в моей жизни. Ведь как хочет. Не важно, кто я. Его ничего не остановит. Только истина. Вот если истина есть, вот дам ему место, что нет. Территория истина, это для него табу. Он не может находиться там, где истина. Он ищет уолки в твоей жизни, в твоем сердце, в твоем разуме, которые не освящены волей Божьей. Он находит места, которых ты что? Не покорился. В которых твое понимание отличается что? От Божьего. Это его территория. И потому, когда я так понимаю, я понимаю, сколько мне нужно это слово. Я не просто его должен узнать. Я хочу, чтобы это слово, оно господствовало в моей жизни. Чтобы оно определяло мое понимание вещей, мое видение и ведение. Чтобы это слово определяло, как я сужу о чем-то, о себе или о вещах. Это слово определяло. Покориться истине. Дорогие друзья, если мы знаем, что просим чего, по воле его. Мы видим опять, надо покориться. Если не по воле, будешь молиться? Да, я знаю человека, который молился и постился, ну, наверное, больше всех людей, которых я знал. Толик его звали, Анатолик. Ну, он был тогда уже, когда я показал, ему около 50 было, может, 40 с чем-то, а потом за 50. Такой он сам по себе неплохой человек. Но было в его жизни вещь, которая и называется лжеучение. В его жизни было ересь. То есть, что-то он изобрел в себе то, чего другие, в слове никто больше, кроме него, не видел. Потому что я знаю, что если какую-то истину мне Бог открывает, в мире Бог открывает эту истину многим. Я встречу это, я встречаю очень часто. И я радуюсь этому, потому что я знаю, что это один дух. Если он открыл мне, я не являюсь монополией на истину. Да, у меня только из-за... Ну, вот. Но у него была такая вещь, которую почти никто никогда не знал, он только знал и все действия. И он все время пытался действовать, привлекать людей. И там только с людьми все хуже становилось. С привлеченными. Там и сумасшедший дом попадали, и все. Ну, такое лжеучение, оно такое... Вот. И вы знаете, этот человек умел молиться, или вот настолько был вот в сильной воле, что он мог молиться и поститься, как никто другой. Как никто другой. Ну, настолько он был в этом. И один раз, когда молились за него отдельно, без него, ну, просто за него молились, ну, как вот, чтобы Бог его как-то вразумил. Бог показывает видение. Что он стоит на железной дороге, как граница. Церковь находится на одной стороне, ну, за, вот, церковь, показывают люди, церковь, ну, церковь Божия, в духе человека, который видит видение, он понимает, это церковь. А он стоит за линией железнодорожной, и ему надо, как бы, чтобы, ну, быть, ну, шаг сделать, ну, как бы ничего всего лишь. И вдруг начинает идти поезд. Идет поезд, говорит, человек смотрит видение, говорит, поезд начинается, я жду, когда же он кончится. А он не кончается. И он идет, и этот поезд не дает ему. Он его что? Отделяет. Он не может, он остается там. Церковь вся в одной стороне, он в другой. И этот поезд, говорит, пока вот видение так, да, я не увидела конца этого поезда. Видение уже закончилось, а поезд так и шел. И Бог разумеет, поезд это его молитвенный труд. Это его, что он пытается перед Богом, ну, вот то, что, в чем он убежден, вот Бог, вот, заставить, что Бог, вот, действовал, как он. Он молился всю дорогу, его все молитвы были, чтобы, ну, вот, продвинуть то, в чем он уверен. И именно вот этот молитвенный труд, казалось бы, это парадокс, он его отделяет от чего? От того, где Бог пребывал. Бог где? В церкви. Где двое или трое. Это его убеждение. Его вот это, а колоссальный, говорит, она сама видит видение, говорит, я еще никого не видел, чтобы столько кто мог так молиться и так тянуть. Поэтому, дорогие друзья, это очень, представьте, если бы этот молитвенный труд был направлен по воле Божьей. Представляете, что, ну, сколько можно было, ну, Бог мог, если бы Он дал Богу, но на самом деле Он противостоял Богу, ну, своим молитвенным трудом. Это может быть, это, я запомнил, настолько меня потрясло, потому что я испугал, это так можно попасть вот в такое какое-то, навязывать Богу свою волю, а люди, они бывают очень упорные, не отступят в том, что задумали. Задумали. И настолько бывает, что до смерти, убивая его, он не отступит. Убивать его будешь, он не отступит. Потому, дорогие друзья, вот к чему приводит, когда человек не покоряется, когда он не допускает даже мысли, что он может быть неправ, и что воля Божья может быть не такая, как он хочет или просит. Потому, когда мы приходим к Богу и вступаем в взаимоотношение с Богом, надо быть податливыми, надо что? Покориться Богу. Надо быть готовыми, что, Боже, если я не прав, если я в чем-то заблуждаюсь, Боже, не дай Бог, что? Противостоять. Измени. Измени. Я готов, Господь. Если я не прав, то что? Измени меня. Это есть смиренный и сокрушенный духом. Он податливый. Он может меняться. Гордый, меняться, что? Гордый, это девиз, не отступит от того, что задумали. Один человек в Библии чуть не потерял великой милости Божией. Знаете, человека, который болен смертельно, что самое? Его побуждает искать Бога, ну, понимаем, да? Если он не найдет Бога, ему конец. Ну, проказы, кто болеет, да? Он знает, проказа была неизлечима. Даже сейчас в запущенных формах она тоже неизлечима. И заболел Нейман. А, какой он был? А, болезни-то что? Дьяволу тебе все равно, кто ты там? Великий ты там? Царь дворец, заслуженный. Кто? Нет, все равно. За проказой заболел и все. Прятать проказу можно до времени, да? Пока под одеждой она, пятна какие-то, да? Он одевается, никто не знает. И царь может покрывать до времени. Пока она что? Нос не отвалится, уши не начнут и пальцы. И твое лицо. И тогда уже ничего не сделаешь. И надо убирать тебя и на всю жизнь закрывать в резервации. И он понимает, у него времени. Время идет и все. И он начинает что искать? До этого он уже не искал. Ну часто нас так все равно, нужда нас заставляет искать Бога. Ну такие мы люди. Блаженый человек, которому заставляют искать Бога, само желание познать истину. И вот он ищет Бога. И вот он начал. Он узнал, что в Израиле есть пророк. И Бог делает чудеса. Он приехал, да? И чуть-чуть он не проехал мимо. Чуть-чуть ничто не получил. Можно было ничего не получить. Дорогие друзья, вот смотрите, ситуация, которая показана. Можно получить и можно проехать что? Мимо. А что? Что чуть-чуть не провезло его мимо чудо? Чудо исцеления. Гордость. Потому что в его представлении это должно было быть так, как он представил. Вот я думал. Вот это наше проклятие. Потому что мы пытаемся редактировать Бога под себя. Мы хотим сценарий представить Богу, как надо с нами поступать. Гордость. Потому что он был великий человек у своего господина. Он весь в медалях, наверное, и на заднице медали висели, если бы и могли на то время. Весь в медалях обласканный, всыпанный. Великий военачальник. И он приехал к пророку и послал слугу постучаться. Ну, как обычно. Они сами нет. Слуга шел, стучался. И отпустили слугу. Никто к нему не вышел. К великому. Это покоренный народ. Иудеи. Они платили дань сирийскому государю. Он господин практически. Он власть здесь имеющая. И к нему вообще никто не вышел. Пришел слуга и говорит, хочешь здоров быть? Вот. Тебе слово. Пойди в Иордан и окунись семь раз и будешь здоров. Понимаете? Вот как часто мы проезжаем. Может, я думаю, как много раз, может, Бог предоставлял. Но гордость не дала узнать, что это Божье исцеление для тебя. Что это Божья помощь. Потому что Он посмотрел, а вода Иордана во время особенно разлива. Знаете, какая-то, как и Нил. Это такая жижа мутная. Даже сейчас. Иордан это не чистая, прозрачная, знаете, горная, хрустальная река. Это мутная жижа. Где, ну, поток грязи. Мутная там. Боже, испачкаешься и искупаешься. И Он горит. И у Него в голове горит ована и фарфар. Реки сирийские. Ну, видно, были такие реки, которые, что, ну, душа радовалась. Не лучше ли всех вод иорданских, израильских? И Он вошел в гнев. Поймаете, что происходит? Противление. Бог сказал слава, но у Него свое. Это, если бы Он сказал, иди в овану и фарфарах унись. Ну, еще приемлемо. Потому что это допускается. Покоритесь Богу. И все. Он что? Он развернулся. Он уже наплевал. И тут просто, ну, слава Богу, что Господь не оставляет нас даже, когда мы безумны. Он пытается еще-еще. Он нашел через Слову, говорит, отец мой, если Господь бы сказал, ну, пророк, что-то еще более сложное. Это же, ну, на самом деле, это, ну, нет. Ты бы выполнил что-то трудное. Ну, какие-то там подвижнические, ну, вещи наложить на себя, вели, там, ходить полгода, там, в лосинице. Ты бы исполнил, да, говорит. Ну, так это же не так, ну, понимаете? И вот когда только истину можно знать, можно не обладать, она будет для тебя бесполезна, пока ты не покоришься ей. Ничего не будет, ни чудес, ни исцеления, ни помощь, ничего не будет. Причина одна, почему ничего не происходит, непокоримость. Потому что я думал, как говорит Нима, и потому что у меня в голове не представление, что это должно быть, ну, воля Божия должна быть вот такая. Но воля Божия, она не твоя. Она будет другая. Она не будет похожа на твою. Очень часто. И потому, чтобы она пришла в твою жизнь. Потому что если приходит воля Божия, приходит истина. А если приходит истина, то благословил Бог, что Абидара, и все, что у него, вот что, вот что пришло. Потому что Бог, Иисус пришел дать жизни, что с избытком, а дьявол украсть, убить и погубить. Все, кто придет, кто на твой жизнь, кого ты пустишь. Твое поведение, твое понимание, как ты себя ведешь, как все. Определит, кто будет определять твою жизнь. Что будет у тебя. Кто господин будет. Дорогие друзья, потому так ценно для нас воля Божия. Так ценно слово. Так ценно сегодня для нас знать волю Божию. И не просто знать, а покориться. И это два этапа. Первое узнать, а второе покориться. И бывает это непросто. Но иначе просто никак. Ничего не произойдет в твоей жизни. Ничего не изменится, пока истине не покоришься. Не просто будешь ее знать и выучишь наизусть, и повесишь на стену в красивой рамочке. Ничего это не поможет и не исцелит тебя. Но когда ты покоришься и смиришься, вот тогда он вознесет. Да? Смиритесь. Подкреплю руку. И вознесет. Рука это воля. Рука Божия это его воля. И тогда он вознесет. Почему ничего не происходит? Потому что в чем-то мы противоречим Богу. Почему я молюсь, молюсь, а сердце мое так и обливается кровью, слезами и не имею утешения. А по одной причине. Что-то в этих молитвах. Я не допускаю, что Бог изменил. И я пытаюсь молиться именно вот только так. Сделай, как я прошу, не иначе. Мы знаем, что у Иисуса был очень трудный момент в его жизни. Я в конце скажу, да? Где был? Кто помнит? Когда было очень-очень ему трудно и капли пота были, как капли крови. Было очень трудно, что надо принять. И он говорил, это такая ужасная чаша, что он говорит, что Господи, если можно, пожалуйста, пусть она меня минует. Мы никогда не поймем, что это за чаша. Мы думаем, что это вот там его кнутами били, да? Многие описывают плотские страдания. Я понимаю, не в этой области ужас лежит. Многие люди в этом мире принесли, что? Страшные пытки по плоти. Это не удивишь никого. Многие люди закончили еще ужаснее, чем Иисус. Есть пытки и казни настолько ужасные, что я хотел бы забыть, когда я прочитал, я хотел бы не знать, что это твое есть. Люди способны над другими людьми испытывать такие вещи. Настолько ужасные, что даже самые страшные люди недостойные. Вот, есть способы казни и пыток очень длительное время. Намного ужаснее, чем даже с Иисусом. Да, там ужасно, но есть намного ужаснее, поверьте. Когда это растягивается годами, человеком лечат, мучают, лечат, мучают беспрерывно. Там столько страданий, что это. Вопрос не в блатских страданиях Иисуса. Не в том, что его били кнутом или пробивали. Это мучение. Но самое ужасное мы скрыто за нами. Потому что ему надо было принять за мои грехи полное наказание. Да? Если кто-то хочет меня искупить от казни, он должен принять полностью. Если я должен отсидеть 20 лет за свои преступления, если кто-то хочет меня искупить с собой, он что должен сделать? Не 19 лет. Не 19 лет, а 364 дня. От всех 20 лет до последнего. Иначе что? Не будет. Это не будет искуплением. И вот представьте. Я грешил. Делал беззаконие. И когда Иисусу надо меня искупить, он должен принять все, что я должен принять в вечности. Все наказание моей души. Мы не можем этого. Это миллиарды людей. Это люди до Иисуса и после Иисуса. Потому что Иисус прощал грехи, еще не был на кресте. Но Он говорит, запрощается тебе грехи чада. То есть Он брал на себя грех мира еще у всех верующих до Него. А я знаю, искупитель мой жив, говорил Иов. Да, Он знал, что есть искупитель, который искупит его от его грехов. Который на себя возьмет ответственность за преступления. За грехи. И на Иисуса грех мира, это мира всего. И вот представьте, я не могу вместить. Я когда начинаю представлять, у меня земля из-под ног уходит, я не могу просто до конца это осознать. Что Иисусу надо было принять в тот час. Это не то, что Его там ведьмили, плевали. Это не то, это намного ужаснее. Он должен был отбыть за меня полностью мой срок вечности. Из-за каждого полностью отмотать. Те страдания, которые я должен был гореть, или мучиться, или страдать вечность, Он должен принять. Иначе это не будет искупление. Искупление это что? Заплатить ровно столько, сколько надо. Не вид сделать? Как это Иисус мог? Мы не знаем. Для нас прошло три там дня и все. У Бога один день. Нам не вместить, как Бог вместил в Иисуса все эти страдания. Как Бог вместил наказание мира. Мы не знаем, но Бог в Него поместил наказание всего мира на Него. Все возложил. И когда Иисусу было это надо принять, мы не можем себе даже представить, насколько ужасную участь. Его глаза видели, то, что Ему надо принять. Он точно знал, что Его ждет. Даже люди умирают иногда не понимают до конца. Они потом узнают. Но Он-то точно знал, что это такое. Это так ужасно было. Что капли пота были, как капли крови. И Он говорит, Господи, если можно. Я Его понимаю. Я не малейший это. Я понимаю, Господи, если можно. Может минует меня. Говорит, но да будет, что? Будет вы. Не моя. Два. Послушайте, если Иисус пошел на это. А мы в нашей жизни за что-то держимся? Что мы держимся? Почему? Что нас держит? Что у нас так ужа? Он нас искупил от всего ужасного. Нам ничего не... Наоборот, Он избавил нас от ужаса. Но мы за что-то держимся? Мы продолжаем наставить. Да будет моя воля, Господи, а не Твоя. Иисусу, чтобы спасти нас, пришлось покориться. До конца смириться. И этот ужас никто из человека никогда до конца не поймет. Я могу просто верой принять. И с глубоким благоговением просто быть сокрушенным перед Богом за то, что Он принял. Это же я должен был принять. Он мог этого не делать. Абсолютно. Ему не надо было. Любовь Его привела туда, где я должен был отмотать свою вечность. Я только один момент в своей жизни, краткий миг испытал это. Один-один краткий очень миг. Бог дал мне пережить, что это такое. И то только частично. Я был в ужасе, до сих пор в ужасе от этого момента. Лучше бы я его не испытывал. Дорогие друзья, но у нас находятся причины не покоряться Богу. У нас куча. Потому что нам хочется чего-то. Мы хотим. Просто не потому, что это ужасное наше. Просто я не хочу оставлять что-то сладкое. Грех, который сладкий. Грех всегда сладость. Он всегда сладкий. Он всегда обещает удовольствие, наслаждение и развлечение. Он обещает эти вещи. Почему люди не могут оставить грех? Потому что любят его. Потому что не хотят отказаться что? От сладости. Люди не хотят последствий греха. Они не хотят его горечи. Но нельзя избавиться от горечи греха, не отказавшись от его сладости. Дорогие друзья, если для нас Иисус пошел на такую жертву, может быть, надо нам в нашей жизни что-то пересмотреть на наше поведение перед Богом, наше образ жизни и сказать, Господь, я ради тебя. Когда мы действительно узнали подвиги его души, Господь, это то, что мне надо отказаться, это такое незначительное. От сладости греха, от сладости похоти и плоти отказаться. Это такая мелочь. Разве трудно? Но нам бывает так трудно, мы не отступим от того, что задумали. Дорогие друзья, давайте встанем на наши ноги. Отец Небесный, Господь, Иисус покорился Твоей волей до конца. Мы никогда не поймем, насколько это было ужасное участь. Никогда, Господь, ни один человек до конца. Но мы веру и принимаем это, Отец. Это было так страшно. Но чтобы спасти нас и чтобы нам было счастье и утешение, радость, чтобы сегодня мы могли приходить к тебе с дерзновением, к престолу благодати, чтобы кровь была искупляющей кровью. Ему пришлось принять, он принял и сказал, да будет, Господь, не моя воля Твоя. Тому нам, Отец, ничего другого не остается. Это такой путь, чтобы нам идти путем за Иисусом. Уже мимо страданий идти, мимо ужаса и участия в бездне, в вечности. Мимо идти. Но нам тоже нужно, Господь, тоже принять, приходит момент, когда надо наконец принять решение, кто ты есть. Кто ты, христианин ты, верующий ученик Иисуса. Ты имеешь истину или только знаешь? Потому, Господь, приходит момент, приходит момент, когда мы делаем свой тоже выбор. Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Есть только два. Тот, кто покоряется истиной, и тот, кто навязывает и противостоит истине, и навязывает свою. Тому, Господь, Отец Небесный, мы не хотим быть противниками и врагами. Боже, мы хотим сегодня познавать волю и покоряться. Покоряться. Смирение – это покорение. Не бывает смирения без покорения воли Твоей, Господь. Возлюбить Своё Слово. Возлюбить Твою волю. Возлюбить Твою заповедь. Возлюбить Твоё учение. Мы не сможем покоряться тому, что мы не изберём и не возлюбим. Тому, Господь, сегодня возлюбить и покориться. Отец Небесный, мы признаём, что Ты лучше нас знаешь, что для нас благо в жизни. Мы признаём, что Ты лучше знаешь, что для нас хорошо будет в будущем. Что Ты знаешь пути, на которых нам будет хорошо лучше, чем мы. Потому, что Твои глаза видят туда, куда наши видеть не могут. Потому, Господь, сегодня всё, что мы можем, самое лучшее сделать – это довериться Тебе, чтобы Ты нас вёл. Потому, что Ты единственный не слепой. Все люди слепые. А если слепой ведёт слепого, то будут в яме оба. Так написано. Единственный, зрячий Ты. Единственный, у кого есть глаза, которые видят, куда надо идти – это Твои глаза. Твои глаза видели, куда мы придём, если не будет Искупителя. И Ты не восхотел, и Ты послал Сына Своего, чтобы открыть другой путь. Мимо страданий вечности, мимо бездны. И сегодня, Господь, самое лучшее и мудрое, что мы можем сделать – позволить Тебе вести нас в жизни. Как говорил Давид, Господи, вводи меня и управляй мной. А чтобы можно было управлять Господь, нам надо покориться. Нельзя управлять тем, кто не покоряется, не слушается, кто противится и пытается навязать своё. Тому, Господь, сегодня покажи нам каждому в его жизни, какой истине мы противостоим. Где у нас ещё есть территория для дьявола? Где, куда он может приходить в нашу жизнь и гадить нам, и портить нам, и проклинать нашу жизнь? Потому, Господь, сегодня, Боже, мы хотим быть территорией благословения, там, где истина поселилась и живёт, а поселяется она у тех, кто покоряется ей и принимает её всем сердцем и любит её. Потому, Господь, возлюбить Бога для нас означает возлюбить Твоё Слово, возлюбить Твою волю, возлюбить, довериться. Ты знаешь лучше, что для нас лучше, Господь. Тому, сегодня, Отец, мы учимся доверять нашему Богу. Если мы Тебя называем нашим Господом, пастырем, спасителем, то это должно выражаться в том, что, Господь, мы говорим, не Твоя воля, Господь, но Твоя Дома. Отец, во имя Иисуса, пожалуйста, дай нам эту мудрость, мудрость смирения к родости, чтобы принять волю Божию, покориться ей. Чтобы из нашей жизни ушло всё то, что не даёт истине обитать с нами. Благослови, Господь, нас в этом во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь.